Мы знаем, что это должно произойти. Микроорганизмы, которые там процветают, в конечном итоге попадают в нашу пищевую цепь. Это было где-то между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Невыносимое зловоние и отвратительные звуки. Всем известно, что такие места являются рассадником пандемии. Люди переболели ковидом четыре или пять раз. Она сказала, я просто готовлюсь к смерти. Некоторые вещи действительно неотложны в плане здоровья. Но некоторые из них сверхсрочные. Например, следующая пандемия, которая неизбежна. Насчет следующей пандемии, это прогнозы или планы? Если это планы, то чьи это планы? И в каком городе все должно начаться? Это на самом деле не так уж важно. Важно, известны ли нам основные факторы риска. Ведь этими факторами является наше сельское хозяйство. Например, с огромным количеством животных во все более стесненных условиях. Также во многих странах есть проблема определения границ с дикой природой. Это, например, Индия, Бразилия и, конечно, Китай. Где люди все ближе подбираются к местам обитания диких животных. В Индии разведение скота не является чем-то масштабным. Нет как такового организованного скотоводства. Животные предоставлены сами себе. Примерно 20 лет назад поголовье составляло более миллиарда животных. Сегодня их число меньше 800 миллионов. Но животные, как правило, пасутся в полях, либо в лесу, сами по себе. Однажды я ехал по шоссе и услышал ужасные звуки, как те, при которых скручивает живот. У меня очень крепкий желудок. Я спокойно путешествую морем без симптомов морской болезни. Где бы я ни был, меня не укачивает и не тошнит. Я могу смотреть на что угодно. Я так устроен. Но эти звуки по-настоящему выворачивали наизнанку. Мы свернули в сторону, откуда доносились эти звуки, чтобы посмотреть, что там такое. Это было где-то между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, немного дальше на равнины. Это должно быть были 15-20 гектаров огороженной земли. Я не знаю, сколько там было животных. Даже предположить не могу. Должно быть где-то от полумиллиона до миллиона голов. Просто невыносимое зловоние и отвратительные звуки. Не знаю, была ли это скотобойня или что-то другое. Трудно было понять. Там были какие-то сараи. О, это самое жуткое страдание. Первое, что пришло мне в голову, это фильмы о Холокосте. Точно такое же впечатление и от звуков, и от самого места. Думаю, что ваша диета точно изменится после визита туда. И всем известно, что такие места являются рассадниками пандемии. И микроорганизмы, которые там процветают, в конечном итоге попадают в нашу пищевую цепь и воздух, которым мы дышим. Плотность содержания скота такова, что это приведет к восстанию микробов. Это естественная реакция природы на такой подход к скотоводству. Мы знаем, что это произойдет. Мы также знаем, например, из недавних исследований, проводившихся на прошлой неделе, что этот феномен долгого ковида, когда у людей сохраняются симптомы, ставит под угрозу качество жизни. У меня есть письма и жалобы на то, что люди переболели ковидом 4 или 5 раз. Недавно одна молодая женщина, с которой мы познакомились около 3 лет назад, приехала в Индию, и мы с ней встретились. Она сказала, я не смогу поправиться, я просто готовлюсь к смерти. Ковид не отпустит меня. Я болею уже в пятый раз. Мне становится только хуже. Пожалуйста, помогите. Я не знаю, становится ли вирус более сложным. Потому что вторичные мутации в Индии были слабее первой волны. И поэтому мы решили, что победили вирус, и что теперь все в порядке. К таким выводам мы пришли. Видите ли, мы относимся к пище так, что если мы собираемся что-то съесть, то должны выбирать те продукты, которые эволюционно максимально далеки от нас. Растительная жизнь совершенно точно далека от нас. Если вы в такой ситуации, что вам нужно съесть что-то невегетарианское, то это может быть рыба. Вот почему на юге Индии мы называем рыбу джалапушпом. Это означает цветок в воде. Потому что в вашем теле она ведет себя как растительная жизнь. Из-за того, что рыбы так далеки от нас генетически. Если съесть то, что ближе к вашему генетическому коду, например, млекопитающее, сложность такого генетического кода, его биом и все остальное не подходит для нас. Это привнесет инертность в нашу систему на фундаментальном уровне. Это усложнит ваш собственный генетический код. Они перемешаются. Сегодня все говорят об эпигенетике. Я не ученый, это не моя область. Но в йоге нам известно, что вызывает у нас инертность. А что делает нас более внимательными? Что снижает наше восприятие? А что его обостряет? И это то, что мы всегда учитываем, прежде чем что-то съесть. Мы не оцениваем еду на белки и витамины и прочее. Мы думаем только о том, станем ли мы менее или более восприимчивыми, съев что-то. Вот единственное, что нас волнует. Потому что проживете вы сто или пятьдесят лет. Глубину вашего жизненного опыта определяет то, насколько вы восприимчивы. Мы смотрим не на продолжительность нашего опыта, а на его глубину. Вот что нас волнует. В этом контексте мы уделяем внимание тому, чтобы наша пища генетически была далека от нас. Так вот, имеет ли это отношение к биому? Очевидно, что лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья с позиции питания, это есть то, на чем будут процветать ваши микробы. И это в основном растительная пища, потому что в ней есть молекулы клетчатки, которые расщепляются только микробами, а также полифенолы и некоторые микронутриенты. То, о чем вы говорите, это, по сути, просто еще одна вненаучная версия той же самой истории. О том, что эта древняя форма жизни существует на планете уже три с половиной миллиарда лет. И она процветает на продуктах питания, которые далеки от нас, от эволюционной ступени млекопитающих. Я на самом деле никогда не задумывался об этом в таком ключе, но все происходит именно так. Это здорово! Субтитры создавал DimaTorzok